Саша Борисовский, пожалуйста. Меня зовут Александр, что я приехал из Израиля. Здесь я уже шестую неделю. До этого я употреблял 6 лет на метадоне был. Потом сам немного остался чистый, 3 года где-то. Я провел в трезвой жизни. Ну и потом снова снесло крышу, так сказать. И начал тоже употреблять кокаин, героин, соли. И уже доходило до того, что последние месяцы уже... Ну уже был просто я, не я. Что осталось, так это не столько устало сейчас. Это совсем два разных человека. Об этом центре знал от знакомых. Но как-то несколько лет назад мне показывали это видео. Я еще сидел, смеялся, не понимал, что и как было. Скажи, пожалуйста, у тебя есть опыт других центров реабилитационных. Чем по твоему опыту сравнительно отличается наш центр от тех, в которых ты был? Да, был, лечился не в одном центре. А разница в том, что там как бы заключалось само лечение. Это вот само представление было, что человек должен перекумарить. Как бы, ну давали там суботекс несколько дней, там дней 15, я знаю. И ты буквально там неделю был и выходил с той же проблемой, только она в голове. Как бы, как бы перекумарить это не сложно. А здесь, здесь просто работают как бы с головой. Начинают именно, как даже это все правильно так рассказать. Ну, вы сами знаете, что на физическую зависимость перебороть можно и сидя дома. Что если бы все бы, именно в этом бы заключалась бы проблема, так и не надо было бы и центров лечиться. А здесь, здесь работают именно с головой, что мне, что и понравилось, и чего у меня не было раньше. Как бы, что опыта с теми лечебницами, вот если сравнить. И, да, вообще все здесь. Сам персонал, психологи, психотерапевты, это вот как бы, ну вот даже вот сравнить мое мышление. Я когда приехал сюда, считай, там, сколько, полтора месяца назад, и как сейчас. Ну, как бы вообще день и ночь, само представление о жизни. Жить, просто охота жить. Вот стало, стало хотеться жить. Стало хотеться ездить куда-то путешествовать, чего до этого у меня, как бы, не возникало. Да просто жить, просто по-человечески жить. Вот, вот это вот, как бы, здесь мне показали. И спасибо всем персоналу и всем врачам за это. Всем я очень благодарен. То есть из головы ушел наркотик как таковой, и он тебе сейчас просто не нужен, и появился интерес к жизни, да? Он мне не нужен, и я его и не хочу видеть, как бы, в своей жизни, потому что, что если вспомнить, что было с наркотиком, это как бы, ну, сами знаете, это... Ты не живешь, ты существуешь, как, что отбросок в общество, неважно, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, ты как, ты оболочка просто, передвигаешься, и нету ни радости, ни в жизни. Там одна радость, пойти, что у колодца, и все. Но это не радость, как бы, я думаю, что каждый, вот, я и сам по себе, вот, я где-то в душе всегда, вот, я хотел, чтобы бросил. Даже, вот, были случаи, едешь, как бы, берешь, но она тебе уже настолько надоела, как бы, что, ну, ты ничего с этим сделать не можешь, потому что с головой там, как правило, не работали. А тут, вот, даже на сеансах, там, как бы, только начинается разговор за наркотики, уже начинают подтачнивать, он говорит. До этого у меня было то, что, там, вспоминаешь, или где-то на курилке сидишь, ночаешься, так оно тебе, начинаешь, как бы, себе тягу вот эту вот гонять, и оно просыпается. После лечения, даже, там, какие-то разговоры появляются, но, как минимум, ты просто уже не обращаешь на это внимание, потому что, вспомнить, на ассоциации вот с наркотиками у меня, ну, вот, какая-то такая, представить яму черную, где все просто, вот, как вот, раньше были вот эти фильмы, что ужасов, зомби, да, вот эти там бегали, и, вот, ты вот в этом варишься, как бы, ни жизни, ничего в этом нету. То есть, как одним словом нужно охарактеризовать твое теперешнее отношение к наркотику? Отрицательное полностью, оно мне с чем-то что ассоциируется, с чем-то, ну, вот, как сравнить с садом просто, вот, вот так оно и есть, вот, вернулся просто сада, и это, как бы, спасибо всем, то, что мне помогли мне оттуда выбраться, а так бы тоже, у меня уже начинались, там, паранойи, всякие видения, там, или еще чего-то, ну, еще бы немного, или бы натворил делов, или бы просто бы где-нибудь бы крякнул, и все. И тут ты, как бы, ты выбрался, и ты увидел, как бы, что жить, просто надо жить, спокойно жить, и все, ну, что, как бы, сильно рассказывать, все прекрасно все знают. Но вот этого чувства, как бы, желания просто жить, выйти куда-то с подругой, просто провести нормальное время, там, сходить куда-то, погулять, как бы, от этого, вот, у меня не появилось мне наслаждение. Да даже просто, ты встаешь все утром, сделал кофе, там, прекрасная погода, ты уже, как бы, доволен, ты счастлив, по большому счету, вот, не все же заключается, там, в деньгах для счастья, но просто, вот, само внутреннее, внутреннее душевное состояние, оно, как бы, настолько стало, что удовлетворенное, что ли, так, ну, радует, что вот каждой минуте, что ты трезвый, ты встал-то утром, да, тебе не надо никуда не бежать, ничего, ты не мокрый, не потный, не вонючий, чувствуешь себя человеком, вышел в люди, ну, как-то ты чувствуешь, частью, что общество, просто, а не так, ты ходил, как бы, в таком, в туннельном мышлении, там, одна схема взять, что у колодца, и искать дальше, где еще что у колодца, как бы, нету, это, я совпадился над этого, и... Саша, а, еще не секрет, ну, твои планы на ближайшее будущее? На ближайшее будущее, ну, сейчас, честно говоря, приеду, надо будет решить, там, ну, с долгами, ну, это так, вот, перееду жить отдельно с подругой, разгребем все то, что я натворил, и, ну, дожениться, дедок, охота. Уже, вот, через месяц будет 30, а с 20 лет, считаю, что употребление 10 лет жизни, вот, это самое такое, что интересное, можно сказать, я просто вычеркнул. Я очень, как бы, жалею, и вот здесь приезжают вот молодые ребята, что очень рад за них, вот, когда там 19-20 лет, вот, только в начале, в самом, вот, когда только-только начинается вот это вот все, что обрезать просто и нормально жить. Жалею, что, как бы, мир это не видел толком, нигде не был, ничего, но видел вот эти вот, все эти движения, мне даже неохота мне называть, там, этих барыг, и все остальное, это, как бы, ну, как-то противно даже становится при разговоре об этом. Я им завидую, белая зависть, вот, что они попали, вот, ну, в клинику, именно, именно, вот, в молодом возрасте, не потому, что мне когда-то предлагали сюда тоже попасть, но я еще был сыроват, видимо, для, для этого. Не дозрел? Не дозрел, да. А с работой? С работой, работой, дай бог, осталось, с работой я в автосервисе. Работа, да, есть, как бы, сейчас приеду, день-два, что отдохну, и пойду на работу. Спасибо тебе большое за интервью. А что бы ты пожелал, вот, тем ребятам, которые будут смотреть тебя? Что бы хотел пожелать? Работайте, работайте на сеансах. И относительно к лечению, как просто вы приехали, как бы, здесь погулять. И обязательно подшивки. Вот, все-таки, что говорят, здесь много, что, примеров было, даже те, которые, что уезжали без подшивок, и думали, что, как бы, они, там, у них получится, у них, там, или еще что-то. Как бы, это же очередная форточка для... И многие, вот, я пишу им, и уже просто не отвечают, потому что уже, понятно, человек полетел. То есть, ты имеешь в виду, что, ну, закрывать все фоточки, да? Закрывать все. Решать вопрос и с наркотиком, и с алкоголем, даже если проблем таких и не... У меня, у меня вот тоже, вот, я, что к алкоголю я сильно не пил. Вот, даже вот, когда вот второй раз я упал там в употребление, я выпил там две бутылки пива. Но, как бы, здесь, видя, что эти примеры, я подшился и от алкоголя, и от всех видов наркотиков. Потому что наркотик просто спокойно жить, и все. Не оставлять себе какую-то там форточку, то, что, а можно выпить, а можно то. Я знаю, я выпью, еще что-то, потом дело времени, что я снова вернусь к этому уже. Это не важно будет, это косяк, не важно будет, это там банка пива, или еще что-то. Ну, все, ты как бы, ты приоткрыл дверцу, дал, дал ход, скажем так. А последний вопрос. Те проблемы, с которыми ты приехал сюда, ты решил их все для себя? Для себя, да. Спасибо.